Журнал «Мир фантастики» представляет На этот раз в заголовке ролика достаточно было бы оставить название рубрики. Многие знают, что движущимися картинками называют кино. А искушенные любители фантастики в курсе, что также называется книга одного очень популярного британского автора. О нем-то, а точнее о движущихся картинках, сделанных по его книгам, и пойдет речь в этом выпуске. Сэр Терренс Дэвид Джон Пратчетт, или просто Терри Пратчетт, не нуждается в представлении. Цикл «Плоский мир» насчитывает уже почти четыре десятка романов. А есть еще рассказы, справочники, карты и даже поваренные книги. История, которая начиналась как пародия на жанр, как это часто бывает, стала одним из лучших образцов жанра. Кроме того, Терри Пратчетт создал маленьких «номов», написал три истории из жизни Джонни Максвелла, мальчика, который видит то, чего другие не замечают, и придумал много других удивительных вещей. Терри Пратчетт родился в 1948 году в Бэкингемшире, Великобритания. С 17 лет будущий писатель работал журналистом в разных газетах. Первый его роман «Люди ковра» был опубликован в 1971 году. Первая книга о плоском мире появилась в 83-м. По книгам Пратчетт рисуются комиксы, ставятся театральные радиопостановки, а с 86-го по 99-й год вышло четыре компьютерных игры. Но интереснее всего – фильмы. Если история о плоском мире будет снята для кино, она может стать одной из самых любимых и знаменитых киноэпопеи. И одной из самых прибыльных. Для этого есть все условия. Красивый фэнтезийный мир, фактурные персонажи, искрометный юмор, сильные сюжеты. К тому же у автора миллионы поклонников по всему миру, и все они, конечно же, пойдут в кино на экранизацию. Однако до сих пор все фильмы по книгам Терри Пратчета снимали только для телевидения и только в Великобритании, а цикл «Плоский мир» до недавнего времени вообще не экранизировался. Дело в основном в том, что сам писатель не слишком любит мощные спецэффекты, большие бюджеты и другие страшные слова. Когда бюджет мал, художники и декораторы вынуждены выкручиваться, думать, находить простые, но эффектные решения. Режиссер не стремится задействовать в постановке звезд первой величины, а просто ищет хороших актеров и подходящие типажи. Да и оригинальный текст теряет меньше, если фильм не планирует сделать блокбастером. А скажи, что... Что было бы, если бы ты не спасла его? Да. Солнце не взошло бы. А дальше что? Мир освещал бы просто шар горящего газа. Впрочем, давайте перейдем к конкретике и посмотрим на фильмы, снятые по текстам Терри Пратчетта. Первой экранизацией стал мультипликационный сериал «Угонщики» по одноименной книге. «Угонщики», «Землекопы» и «Крылья» – трилогия о номах – маленьких существах, живущих среди людей. Это детские книги. И мультфильм тоже детский. Он снят в 92-м году и выполнен в технике покадровой анимации, поэтому достойно смотрится до сих пор. Куклы не устаревают, к тому же эти куклы просто потрясающие. Через несколько лет экранизацией удостоилась другая детская серия Пратчетта – трилогия о Джонни Максвелле. Джонни – обычный подросток, живущий в небольшом английском городке. Он видит то, чего не хотят замечать другие люди, поэтому его и находят приключения. В 95-м году вышел телевизионный фильм «Джонни и мертвецы», в 2006-м «Джонни и бомба». Обе картины сделаны очень бережно. В них сохранились почти все книжные эпизоды, и воспроизведены они довольно точно. Оба фильма появлялись только на английском телевидении, поэтому широкой известности не приобрели. Бонус для фанатов. Разница между фильмами – 11 лет, поэтому персонажей детей во втором фильме, естественно, играют уже другие актеры. Два комплекта для сравнения. Какой Джонни вам нравится больше? А «Ноу-йоу»? В 97-м году киноделы добрались, наконец, до плоского мира. Мультфильмы, вещи и сестрички и роковая музыка вышли почти одновременно. Оба они мультсериалы, на этот раз не кукольные, а рисованные, и оба сделаны одним коллективом в одинаковой манере. Анимация и рисунок в целом оставляют желать лучшего. К тому же время от времени в кадре появляются неуместные трехмерные объекты. Но зато создатели внимательно подошли к деталям и диалогам. А еще в озвучке принял участие Кристофер Ли. Он играет смерть. Один из главных героев роковой музыки, музыкант Дион Селин, берет себе псевдоним Бадди Холли. Чарльз Хардин Холли или Бадди Холли – один из основоположников рок-н-ролла, оказавший на его раннее развитие огромное влияние. Если судить по описанию в книге, Дион и внешне похож на Холли, а в мультфильме просто нарисован с него. В 2006 и 2008 годах вышли, наконец, два игровых фильма по плоскому миру – «Санта-Хрякус» и «Цвет волшебства». Обе ленты, очевидно, малобюджетные, но подбор актеров и декораций с лихвой искупают несовершенную местами картинку. Раскадровку к «Санта-Хрякусу» делал Стивен Брикс, художник в сотрудничестве с Терри Пратчеттом, нарисовавший карты плоского мира и анг Морпорга. Видеоряд фильма, как и книга, изобилует аллюзиями на всевозможные произведения и намеками на известные события, людей и бренды. «Смерть мышей» в «Санта-Хрякусе» зовут Дорки Хеллмайс. Это анаграмма имени Мишель Докерри, которая не только исполнила роль Сьюзан, но и озвучила мышиную смерть. А вот и сам Терри Пратчетт, хозяин игрушечной лавки. «Свет волшебства» – экранизация не только одноименного романа. Сюжет захватывает и следующую книгу «Безумная звезда». «Смерть» здесь снова озвучил Кристофер Ли. К тому же в фильме появилось еще несколько известных актеров. Шон Эстин, Тим Карри, Брайан Кокс. Терри Пратчетт тоже есть. Видите, астронома справа. В этом году выйдет новый телевизионный фильм по плоскому миру. О почтарении. История о ловком мошеннике, на которого взвалили восстановление почтовой службы в огромном городе. Это пока единственная будущая экранизация, о которой можно что-то сказать наверняка. Остальные анонсы, вернее, будет назвать слухами. «Маленький свободный народ», заявленный несколько лет назад, до сих пор не начат. «Добрые предзнаменования» – совместный роман Терри Пратчетта и Нила Геймана, не относящийся к плоскому миру, собирался экранизировать аж сам Терри Гильям. Но про этот проект пока тоже ничего не слышно. И, наконец, компания «Дримвокс» приобрела «Права на угонщиков» – первую книгу истории о Номах. Но и этот мультфильм, по всей видимости, появится еще не скоро. Остается верить, что рано или поздно мы увидим еще много движущихся картинок по книгам сэра Терри Пратчетта. И что черепаха все-таки движется. Редактор субтитров А.Семкин